Приветствую всех на канале Есть-Поесть! И сегодня спешу поделиться с вами рецептом невероятного, необычного пирога. Если вы такой еще не делали, испеките и обязательно попробуйте! Это просто чудо! Состоит он из трех совершенно разных слоев, которые гармонично сочетаются между собой. Мало того, что они имеют разные вкусы, они еще имеют разные структуры. Итак, скорее начинаем, а список ингредиентов открывайте под описанием к видео. В измельчитель сразу кладу муку, добавляю холодное масло, соль, разрыхлитель, порошок какао и сахар. И теперь все измельчаю, превращая в такую мелкую крошку. Далее добавляю сюда яйцо и сметану. Отмечу, что все продукты должны быть холодными, прямо из холодильника. Снова размешиваю и должно получиться уже такое тесто, достаточно однородное. Выкладываю его сразу в форму, у меня размеры формы 20 на 30 сантиметров, и распределяю его руками равномерным слоем, без бортиков. Можно раскатать стаканом. Делаю частые наколы вилкой и пока убираю в холодильник. Для второго слоя к творогу добавляю яйца, сахар, ванильный сахар, кукурузный крахмал или муку, тертую цедру апельсина или лимона и, по желанию, порошок куркумы. Это только для цвета. И погружным блендером довожу до однородности. Вы можете сделать кремообразную массу, а можете оставить небольшие крупинки. Также по желанию можно добавить сюда промытый и обсушенный изюм или любые другие порезанные сухофрукты или замороженные ягоды. Выкладываю крем на шоколадный слой, разравниваю и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку минут на 25, а вы ориентируйтесь по своей духовке. К концу выпекания подготовлю третий слой. Для этого к яйцам добавляю соль, ванильный сахар, обычный сахар и взбиваю, как на бисквит. Сначала на малых оборотах миксера, затем увеличиваю и уже взбиваю до получения светлой пышной массы. Затем в несколько этапов добавляю муку уже с разрыхлителем и каждый раз размешиваю миксером на средних или малых оборотах. Достаю пирог из духовки и прям на горячий выливаю бисквитное тесто. Разравниваю и отправляю в духовку еще минут на 25. В общей сложности пирог провел в духовке у меня где-то минут 50-55, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Даю пирогу немного остыть и посыпаю сахарной пудрой. Эта выпечка поистине великолепна. Вы только посмотрите. Хрустящий нижний шоколадный слой, нежнейшее яркое творожное суфле с цитрусовой ноткой и завершает все это великолепие не менее нежный и мягкий бисквит. Такая выпечка обязательно украсит любой стол, в том числе и праздничный. Кстати, я иногда пеку его с вечера и подаю к завтраку. Это вкусно, сытно и никто не откажется. Друзья, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий, понравился ли вам такой вариант. Смотрите на канале Есть-Поесть и другие рецепты не менее вкусной и интересной выпечки. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok